Он небесный, утешитель души и вселенный, Ижи везде сын, и вся исполняя сокровище благил, И жизни подателю прийти селися мы, И отчислены, и всякие скверны, И спаси благословение души ночной. Игорь Валентинович, попроси благословения. Господи Божий наш, мы просим Твоего благословения на эти занятия. Прибудь с нами. Дух Святой, Дух разумов и мудрости, да наставит нас на всякую истину. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Иисус и Святой Твоего. Аминь. Книга Откровения, 16 глава, 4-6 стихи. Третий ангел вывел чашу свою в реки и источники вод, И сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, Праведен ты, Господи, который и си, и был, и свят, Потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь. Они достойны того толкования. Эта казнь похожа на первую египетскую казнь, Когда воды реки Нил превратились в кровь. Рыба вымерла, река восьмердела и стала непригодна для питья. Исход 7 глава. Напоминает эта казнь и случившаяся при третьем трубном гласе ангела, Когда третья часть вод в реках стала горькой, И многие люди от этого умерли. В несравненно больших размерах все это случится при казни третьей чаши. Когда испорчены будут все воды в морях, То тем более важны и необходимы станут реки. Но придя к рекам, люди и там увидят, что сделалась кровь. Как утопающий хватается за соломинку, Так ухватятся люди за любые другие источники воды. Может где в колодце, Может в горном озерце, Может где ключ бьют, Но, увы, везде кровь, кровь, кровь. О, как тогда возопьют они! Но кому вопиять? Антихрист их несравнимый, Царь, обогатворенный ими, Бессилен остановить казнь Божию. Бог не поможет хулящим его. Может призвать ангела вод, Того ангела, который поставил над стихией воды. Может он умолит Бога об исцелении Своей водной стихии. Нет, не нарушена ни праведность, ни святость Божия В этом суде над водами. Тот, который еси в этих судах, Такой же, как и был ранее, Когда осыпал в человечество милость тысячи дротами. Нет перемены в правосудии Божьем. И ангел вот не молит об исцелении своей стихии, Но величит Бога за то, что так судил. Все это послано за то, Что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, А не достойно того. Проливавшие кровь окружены теперь морями крови. Вокруг текут реки крови, И из источников бьет кровь. Таково возмездие за страшную жестокость над святыми и пророками. Кровь за кровь, а не достойно того. Те, что проливали кровь, как воду, Должны будут пить кровь вместо воды. И они будут упоены кровью своей, Как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я Господь. Исайя 49, 26. Святые – это все верные христиане, А пророки – те, что удостоились пророческого дара от Господа. По неизреченному милосердию Божию, В те страшные последние дни Не прекратится рот святых детей Божьих. И как пророчествовал Яи, Особо будут излиты дары Духа Святого, И именно дар пророчества. К этим пророкам в последнее время Будут притекать верно и находить у них Учешение и укрепление страдания. Но на них будет лютое гонение. Кровь их будет литься, как вода От рук антихристового гонения. Однако виновны в пролитии их крови Не только непосредственно те гонители, Но и вообще все, Кто оправдывает казнь христиан. Виновны и оправдывающие других иудеев, Которые убивали и гнали посланников Божьих. Виновны и все, оправдывающие пролитие крови святых, Когда бы то ни было. Горе вам, что строите гробницы пророкам, Которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших И соглашаетесь с ними, что они избили пророков, А вы строите им гробницы. Дозыщется от рода сего кровь всех пророков, Пролитая от создания мира. Лука, 11 глава. Благодатным чудом притворения воды в вино, Начал Господь свое служение на земле. Страшным возмездием будет притворение воды в кровь, Когда Господь будет завершать свои дела землей. И вот пронеслось, Как эхо от возборца ангеловод. Ну, кто как понял-то. Начинайте, пахни мне сам. Вот это вот непонятно, Вот это вот понятно, Вот это вот прошло, А вот это вот идет. То есть мы должны рассмотреть В настоящее время. Как это будет? Если бы этих стихов не было, Я бы еще потерял их или нет. Вот Библия, из которой, Если их строчку выкинуть, И уже у тебя другая жизнь будет, По-другому. Так вот здесь это где-то есть, Это или нет? Знаемо, не знаемо, Но все равно будет. А раз все равно будет, Показаны способы избежать этого или нет. Не принять их начертами. Все. Дано было бы ему вести войну со святыми И победить. Ни одна религия в мире Никогда это не говорила. Сами человек предсказывает гибель. Войну тебя бы сразу ликвидировали. Но это мгновенно будет, Это произойдет, Что вот такая вода превратится в кровь. Или же идет постепенно, Постепенно вот так вот все это превращается. Тут, наверное, важно другое, Потому что когда это будет происходить, Люди не понятят, А не заметят, наверное, так, Потому что если привык антихриста, В каком состоянии они это делали? В обыденном, обычном. Такие же пророчества такое, Что Ефрем Сирин увидел, И ему было открыто, Насколько я не знаю, правда или нет, Что в последние времена, Он увидел в последние времена, И пришел в такое состояние. Слышали, да, об этом? Что ему открылось? Вот он бы сейчас, Я иногда размышляю, Думал, вот сейчас бы он увидел нашу жизнь. Вот и бывает такое, В городе находишься, Человек идет, И сам с собой разговаривает. Настолько это страшно видеть. Как раз у него гарнитура висит, И он разговаривает, И обычно рабочие дела свои решает, И все. Я думаю в этот момент, А вот если бы сейчас на моем месте Губа Ефрем Сирин, Как бы ему вся эта картина увиделась? Вот он тот, А мы сегодняшний. А мы сейчас смотрим на это обычное дело. Обычное дело, Уже знаем, В курсе всех этих событий, Все. Вот для них, Это тоже же будет обычное дело, Для тех людей. Что, убивать? Ну что они выберут антихриста? Что настанет такое время, Что пройдет Третья мировая война, Что какое-то количество людей останутся живыми. Это же после Третьей мировой войны, Ядерной будет это, Кто останется в живых, Антихрист придет к власти. На малом количестве людей, Потому что им легче управлять. Какие люди будут в то время? И они просто-запросто будут жить, И это, Почему это казнь? Совершится. Потому что время будет идти, Сынчий дом, Как обычно. Хозяйка встала утром, Кран открывает, Там туда кровь течет. В воду черпает с колодца, Там кровь. Рыбарка утром встает из палатки, А река вся в крови. Что? Для чего? Как? Столько вопросов возникает. Чтобы разбудить тех людей, Пробудить, Дать знак, Что что-то пошло не так, Чтобы люди даже те встеплены улися. А что, почему? Ведь они живут антихисто принимать. На каком основании? По своему внутреннему состоянию? Или кто-то будет их подталкивать? Как вот ты думаешь? Ну, подталкивают. Обстановка будет. Безбожие будут подталкивать. Они же надеются. Обстановка будет такая. Будет всемирная такая обстановка, Что кто-то все. Люди поймут, что каждый президент ведет свою политику. А эта политика привела к третьей мировой войне. Потому что события сейчас так развиваются. Наблюдаешь за событиями. Президенты. Каждый президент каждого государства ведет свою политику. Кто-то объединяется, кто-то разъединяется. Кто-то смотришь государством. Меняет свою политику. Меняет направление. Кто-то с кем-то соединяется. Кто-то разрывается. Организовываются новые связи. То есть жизнь идет. Как у людей идет жизнь. В семьях, в деревьях, в городах. Так и в частности у государства тоже идет. Все идет своим чередом. И какая-то обстановка как-то плавно подведет к тому, Что надо одного правителя. Потому что как жить? Были президенты. Были отдельные государства. Были войны мировые. Кто-то остался жив. Кто-то не остался. И ядерная война будет. Кто останется в живых? И вот они выберут Спопокойно, ровно. Выберут одного. Тот, кто покажет им Тебеса. Я в силу свою. Но это понятно, что мы все мечтаем. И для нас это откровение знают. Мы знаем все эти события. Мы уже можем себя подготовить. Как-то. Кто сильен духовно, кто по плоти. Как-то услышит. А в то время будет такая обстановка, что это не чтобы пробудить народ. Я думаю, что вот это событие и случится будет происходить. Ну вот, я могу пример привести. Вчера посмотрел один фильм. Там один протестант ходит по Украине и берет интервью у всех. В основном у молодежи. То есть, как на вас повлияла война. То, что сейчас творится там. Ну и там большинство, все говорят, что на меня никак не повлияло. Как я был где-то атеистом, так я остался. Там другого спрашивают. Я был агностиком, таким я остался. То есть, те, которые еще не вкусили этой войны, они такие остались. То есть, не поняли, что это бич Божий пришел на них. Кто не размышлял. Да, да. Надо не наговорить. Операция. Иначе захлупать. Операция, да, да. То есть, и вот так вот. То есть, видно, что до народа еще не дошло. А некоторые говорят, да. Вот один сказал, я уверовал через войну. То есть, начал молиться. Начал задуматься. А большинство, все отвечают, что не надо нам никакого Бога. Да еще начинают обвинять, что это Бог виноват во всем. Зачем это типа устраивает? Войны эти все. Кровь лилась. Ну, то есть, видишь, до народа не доходит. Кого как касается, то, о чем думает, тот, кто и получает. Да. Вот это вот храмово-рега, храмово-источники. И вопрос касника-то, для чего это нужно? Я думаю, что к этим событиям, чтобы показать людям, что нарушился цикл, то есть, как-то через людей стронуть до конца. У меня вот так вот, такое предположение. На все это. Что-то бы в этой обстановке стало делать, но там полностью и отбывается сегодня. Вопрос не расслышал. То, что просчитали, события сегодняшнего дня. Ты лично, что бы сейчас стал делать? Тебе тут пока шел, ты этого не знал, там прицеп какой-то там. А вот теперь узнал. И поехал, ты уже поедешь другой человек. Что именно ты можешь сделать? Что я и сделал? Не знаю, не думал. Ну, не думал. Ну, с маленького начать, с маленького. Когда есть мама здесь, правильно я говорю? Да. Там приезжают гости. Почему их нет здесь? Сестра родная. Они были в храме. Они что, думаешь, сидят, думаешь, сейчас считают Слава Божьей? Или спят, или жуют что-нибудь? Уже жевали. Жевали. Ну, так вот сейчас ты мог бы встать и привести, и как и начинается занятие. Конкретно. Вот, понимаешь, вот так называется краснобарство. Хорошо раскидывают крылья, все, говорят, а до дела доходят. Вот у нас батюшка, он не вскрывает это. Крест, в отличие с ребенком, крестили 17. Прошлый, наверное, 16. Позапрошлый, 12. Ну, скажи, вместе-то, уже в полсоти набирается-то. Как еще? И он говорит, вот крещение принимают, говорит, ни одной души нету, которая через меня пришла. Ну, батюшка о себе говорит. Ну, вывод-то надо сделать какой? Что это все интернет. Я по интернету, я не ездил по стране. Мы по интернету сегодня опять мне скинули. Скинули, говорит, вот этот ролик, Калимов Михаил, такой активный, говорит, вот этот ролик, где я там беседую с кем-то, с кем-то, я не знаю, то ли с Сергеем Козлом. Он меня перевернул буквально, говорит, я все пересмотрелся и жить, мне нужно убраться, сейчас он такой есть. А я уже забыл, лет пять назад этот был ролик. Беседовали, я все записываю. Вот теперь и пойми, надо записывать или не надо. Никого нету. И в то же время все до одного в другом месте, родные братья. Я себе ничего не присваиваю. Я только говорю, разница в том, что он, у него даже до 200 Америки привелся, он все равно его не смотрит. Понимаешь, как радио сидит, и Лена слушает. А я радио не слушаю, у меня его нету. И вот сегодня только, сейчас пришел, уже такой разговор пошел, я бы не окончил, уже некогда. Вот сейчас я не знаю, сколько пройдет, неделю, полторы, две, ко мне будут опять люди приезжать, которые крещение принимали, хотят приехать помочь что-то. Если мы поправимся со своей картошкой, кому-то, ты можешь прийти и помочь. Люди-то хорошие. А один вот из них, это, как его, Иван Грибанов, или как его, из Баптиста пришел. Надо работать конкретно. Мне трудно говорить об этом, я только начну. А вы с себя говорите? Ну, давай с тебя будем говорить. Я все время привожу на память Яковл 2.18. Просто кто-нибудь скажет, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих. А какую покажут? Ну, еще нету. То сливки, то помидоры разбозят. Больше-то ничего нет. Кому-то сказал. А я покажу тебе веру мою и дел моих. Это 2.18. Почему он не сказал, это нельзя, это никак. Тайна. Я покажу тебе, прямо говори. Ты город на вершине, говори, не можешь укрыться. Это не... Ну, в начальное время, особенно. Конкретно сейчас как? Вот мы стоим, в храме болимся. Ну, мало людей-то. Я гляжу, двух человек нету. Нету Серафима Гавриловны Платниковой, и Никитиной Татьяны. Служба продолжается. Я на это и смотрю. Да, чтобы не соблазнять, я пошел не перед окнами, я вышел вот туда, вокруг. Ну, в Серафиме зашел. Ну, как здесь служба есть сегодня? Да, у меня есть. А, ай-яй-яй-яй, она уже побежала переодеваться. Я не хожу, она уже стоит. Я пришел к Никитину, где сейчас Теретий дом теперь это. И вот, а я не пошла, голова болит. Голова болит, и что теперь? Ты какие-то пироги сряпаешь? Ну, да. Сиди там в квашне. Она не болит, голова? Ну, болит. Да там-то легче церковь-то стоять. Там-то дым, огонь. А там-то стоишь, стоим, а стоя, вались и говоришь. Пойдешь? Пойду. Соборлась второй человек. Еще никуда не находили, я уже двоих нашел. Почему в храме стоящих-то никто этого не видит-то? Не то, что я добрый, я просто ощущаю, как будто бы меня кто-то сдавил. Нету. Нету. Вот еще кто-то, батюшный сосед с этой стороны, его нету. Я сколько раз посылал-то? Кого-то, кто-то ходил, кого я посылал? Да он не будет слушать-то. Это второй вопрос. Это с его стороны. С нашей стороны прийти и проглосить. Идите по дороге, выиграем. Забейте на брачный пир. Они не пойдут. Кому-то голову расхоротили. Там написано, что. И разгребался, когда, говорит, звалые не были достойны. То есть они сами сказали, если не надо звать, рай закрыт для них. А теперь идите там по изгородью. Там где-то, может, за складом человек лежит, где-то дойти не может. Ну, там, мимо кладбища шел, споткнулся ночью. Ты иди, иди собирай. И вот на полном, понимаешь, как-то один, врачный одежда. Дальше идет. Ну, а почему ты-то сам не пошел? Вопрос. Вот у нас новая душа пришла по интернету, звать Ирина. Ее везде к нами. Плюс преследовали там особенная идея. Вроде бы они в этом миссионерском отделе. Заедают ее. И она наткнулась на нас. И она дальше разбирает. Сегодня ночью она разобрала. Девять блаженств. Как на нее повлияли тогда и как сейчас на них смотрят. Это женщины. Ну, сорок... Ну, сорок семь, что ли, лет ей. Сорок пять лет, да, вот. И она... Мысль просто такой, дух у нее не женский, как бы сказать. Это неправильное выражение. Ну, мы привыкли. Женщина, женщина там. А она прямо... А вот эти вот я нашла крещение. Наконец-то я увидел, как крещение делают. Что же бы никто не сказал? Проходит неделя, она нашла священника. Который согласился мощеным. Знаю, что она мощеная. И женщина похрестила, все поздравляют ее. И уже на наши ресурсы, где ушла, она там новых людей находит. Она буквально сдвинула все. А один человек. Мы не знаем, что дальше будет. Ну, а то вот с сегодняшнего дня. Этот человек реальный. Так она Гришина, кажется, фамилия ее. Ирина. А другая Ирина, она никуда не ходит. Она говорит, да мне хватает своего. У меня внуки тут. Дети тут возиться надо. Тут братовец, фаталья. А это нет. Она в интернете. Так вот, Ирина-то другая-то. А другая-то, конечно, вообще нигде нет ее занятия. А то вот первый раз шевелитесь. Я не узнаю эту Ирину. И тоже усинова. Да я говорю, если выйду так. А там Татьяна, которую я тогда сказал. Говорю об оборит. Так она уже сколько раз просила Новые Заветы. Евангелие. Я ей посылаю, посылаю. Да куда она? Где-нибудь было. Что-то она делает там, не знаю. И все здесь не раздает. Вот начнешь говорить и как-то. А вы о себе говорите. Я сейчас говорю об Татьяне, говорю об Ирине. Что она у меня-то? Но мне эта информация нравится. Я сразу скидываю все, что богатство есть. Все каналы, все вопросы, книги, фильмы. Ой-ой-ой, сколько тут не выйдешь. Вот все. А она уже захвачена. Я говорю, ничего у вас не нашла, чтобы душе моей не нравилось. Вот я считаю, это я как будто бы. Вот она понимает, что это мужской характер. А на нее нападают. Вот этого убить готовы. Она где-то была и сказала, вы бога-то не знаете, миссионерские отделы. А они архиерею на нее пожаловались, митрополиту. А вроде тот митрополит его затребовал к себе. Я его заберу здесь как-то. И побыла. Это я, может, дальше уже до конца еще не досмотрела. И все по-хорошему. Только ты поспокойнее будешь, а она тебя заплюет-то. То есть архиерею не тронул. Архиерею, видимо, и принял ее, какая она есть. Детский, так сидеть в углу я не могу. Она кое-где говорила, мы удержим ее. Ты потихоньку поднимайся. А то прям сразу ворвалась и пошло. Она прошла, как какой вихрь смело все. На нее тоже было начальное. А другие тут начали окорачивать. Она права. Это вот мы сидим здесь. Один участвует, а другой нет. Притом ты должен реально сегодня, сегодня, сейчас, вот в этом часу. Вот сейчас у нас 11 часов 22 минуты, 28 августа. Найти себе применение. Признать, что это твой талант, который Бог дал. И он не разный. Он за... Как вот яблоки сейчас там насобирали. Одно яблоки там, которые... И там больше 10 ведер набрали. Вот заботы куда? Никакой заботы нет. Володя на мотоблоке. Захватили. С одного конца деревни, с другой. Да вы знаете, кто взяли. Как мы рады, что вы взяли. А яблоки-то хорошие, свежие. Ну, в любом... Опять скажут, что себе говорят. Не волнуйте, это завал. Не я. Не умирайте. А вот когда говорят, что себе это, значит, зависть. Они пойдут. У них ничего этого нет. А мы как? После богослужения? Поможжили? Тогда поехали туда. И когда сюда подходили, уже солнышко за горизонтем спряталось. Понимаешь, это такая жизнь наполненная, радостная. Я долго тут... Пришел на дороге, стоял, думаю, пойду тут Агустином в гнездо. Говорят, старокляшки, тупик. Туда, думаю, пойду снимать как-то. Мы этих засняли, кому давали-то. А они тут остановились, и оказалось, матушке что-нибудь помогали. Так? Или еще? Ну вот. А я ушел туда, шторки опустил и стал заниматься. В час ночью встал, тут надо смотреть. В два часа, в три. Думаю, выходной день, а встаю три сорок. На сорок минут дай-ка я еще прилягу, спать охотно. А коснулась уже и к концу третий час доходится. Понимаешь? Это на душе надо. А мне когда посмотрят, сколько лет. Ой, как у себя бодро чувствовать. Я не чувствую ни бодрости еще. Я просто застрял на тридцатьи годах примерно. Я не могу туда вывести никак. Я вот с вами когда... Я себя стариком абсолютно не чувствую. Ты можешь меня обзывать, говорить, глухой писель. Все криво, но старик не криво никак. Я не старик. Мне благом таланта остаться в том возрасте. Я вот иду, на велосипеде, иду там, говорю, за столом сижу. Я где-то там. Вот я смотрю, как запал еще, так паслый год. Не могу, Господи, не приведи ты меня к этому состоянию. Вот сейчас, пока только пришли, я уже 20 градусов смотрел на той, на другой стороне. Здесь, блин, гроша не надо. А в том углу сам, кое-что отверить, если будешь, взял, у меня голубей. Это нечего кормить. Попутно, между делом. Ты знаешь, что там тебя насыпали в углу, в левом углу? Ну вот там. Я взял жуки. Да, конечно, мехина много, все равно это зерно. А у меня 25 голов там. С чем кормить? Да-да, попозже. Я вожусь с голубями. И несколько раз голубя тебе обратно слажу день. То есть, я открыл Писание, и скажи, вот теми талантами, которыми Бог тебя наградил. А у тебя талант какой? Развышь, ябки можешь. Я все-таки говорю. Ты помнишь, когда поменьше было-то? Идешь домой, батюшка говорит. И шел, шел, лежу, упал. Он лежит вот так в снегу, лежу, 10 минут, пошел, что лежишь? А на небо смотрю. Мыслитель, философ. В чем там размышляет? Он так задержался, а потом мне тережку надо везти. Идет, ну, я ему, вот иди сюда. Он бегом, я говорю, не могу с места в сторону тережку. Потом подбежал, он помог, пошел веселый, и я довольный. То есть, мы должны так увидеть себя, что мы нужны всем. Где-то далеко, где-то близко. Но делай это с такой любовью, с лаской, чтобы тебя, если сама душа радовалась, Господи, а был бы неверующий. Что бы сейчас было-то? Батюшка-то вернется. Какое сработает? На своих ногах или привезут. А тут ты знаешь, что сто процентов. Он трезвый. Всегда в порядок. Ну, и скажи. И ты все время благодарил Бога, что такой семье Бог позволил тебе родиться. И родители тебя знают, любят, и снисходительный тебе. И тебе Бог память дает, как Он. Только не ел, еще и Бог нельзя делать, а продумал. Это наша тайна с тобой. Ну что, поехали дальше. Седьмой стих. И выслышал я другого от жертвенника, говорящего. Ей, Господи, Божий Содержитель, истинные и праведные суды Твои. Толкование. Теперь о праведности божественного правосудия говорит голос от жертвенника. От жертвенников обияли души убиенных святых за Слово Божие и за свидетельство о Христе об отомщении, пролившем кровь их. Теперь, когда их кровь частично была отомщена, они славят Бога за Его правосудие. Так что этот голос от жертвенника исходил от находящихся под ним души убиенных святых. Святой Андрей Кисарийский разумел под жертвенником самого Христа, так как мы призываемся через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы к евреям 13.15. Ибо ангельские силы, которые возносят Богу наши молитвы и духовные службы. В таком случае мы имеем здесь самосвидетельство Христа и свидетельство ангелов об истинности и праведности судов Божьих. Все, антракт молчания. Ну сразу из этого делай вывод какой. У меня вопрос есть. Сначала вот это разберем, потом вопрос по концу. Так, конкретно вот поэтому, что тебе новое открылось в этом стихе? Ну, в первую очередь, у человека есть душа. Это правильно выводить? И он верит не убиенных нет, а души убиенных. Слово убиенных в родительном падеже. Души, принадлежавшие людям, которые были убиты. И так же. Говорят, а в чем уволитесь? Николыча натворились там апостолы. Что они? Их нету. Они еще не знают. Они знают из этого стиха, что не отомстил Господь. Они еще в большей должности занимают, эти убийцы Вавилова, академика. Они получают персональную пенсию. Да какой это у вас бы не отомстишь им? На дорогах погибают невинные люди. Ну дай им аварию какую-нибудь, чтобы... Я не знаю, почему ты не отомстишь. Так что там на небе требует отомщения. Обращение след от отмщения. Это мы находим в этих стихах. И коротко сказать, а что такое жертвы? Жертвы, это крест, на котором распил Христос. Там жертвы и генка принесли, а христа принесли, распили на кресте. Это означает, что знак креста это высшая любовь, как он отдал душу свою за людей своих. Под знаком любви, это коротко объясняет это дело, находятся люди, которые там. А если сейчас всякие пакости подсматривают или что-то где-то делают, там нету любви, там нет Христа. Христос там не может быть. Все, что делаете, делаете как для Господа. Дома ли ты сидишь там в командировке или в интернете или для Господа. И тогда ты увидишь, вот это Господь будет делать такую пакость? Нет, конечно. Выщетнули, полдня нету. А вот это тебе надо, чтобы тебя не узнал никто, творишь, ты еще и на другого сваливаешь. За это особый ответ. Ну, я там своровал или что-то. Ну, есть такое подстрой, так что подозрение падает на другого. И за это тоже придется отвечать. Вот это ты имеешь представление о Суде Божьем. Это все мы из этого стиха имеем. А там, говорит, до корня не войдет полное число? Божьемое. Ну, войдет здесь. Да, они были одежды? Вначале читали. Ты еще не дочитал? Ну, здесь такого нет. Нету, а? Какая глава? Шестнадцатая. А ты до шестой, говорит. Ну, вот так смысл-то понятен. Господь им говорит, отдохните. Пока. А потом будет награда. Вы помните, как Магридеши, когда Марк возвращается со своим регионом. В битву, где-то они там победу одержали. А в это время от Нерона прискакал. Они думают, сейчас домой пойдем, к женам, к детям. Ну, война была. А тут прилетели целые кавалькады и говорили о Нероне. Он сказал, не принимайте, остановитесь где есть. Как же так? Мы столько не были. Да дело в том, что другие войска идут с другой стороны. Чтобы один торжественный день победы создать. О-о-о. Вот теперь. Понимаешь, тогда уже это понимали. И тогда награда будет. Мы сейчас здесь дойдем. У нас ничего нет. Но награда будет. И те, которые первые были от апостолов, и которые раньше, все получат награду однокременно. То есть торжество будет особое. Вот мусульмане говорят, суть Божия будет продолжаться 50 тысяч лет. Ну, откуда ли вы знали, когда там времени вообще нет за гробом? Часы все до одного остановятся, замерли. Была доисторическая, а тогда Бог порекли, сказал бы, будет небо, там, земля. Это начало. Стрелки пошли. Тут остановятся, суд прошел, все. Стрелки замерли на нуле. Время не считается. Тысяча лет, как один день. И мы это все знаем, мы можем найти ответ, где более вопросы можно задавать. Я же говорил сегодня. Это даже нельзя сказать, кто мы такие. Люди, которые умирают, они бы нам позавидовали все до одного, что мы это имеем и знаем ответ. И ответ только по Писанию. Так я вот такой был. Ну, какой ты был? Ну, а какой грех? Ну, убивают людей, да? Ну, вот убивают, он убивал, а теперь встретился со Христом. Господь говорит, сегодня будешь со мной в рай, и ныне. Первый в рай прошел год убийцы. И когда в Скуре описывает толп, там, 8-й Корсиана Златоуста, то как бы святые, которые апостолы, когда он, они тогда, когда в рай, то попали там еще. А ты кто такой? Это ты убийца, ты чего-то ходишь, да? Своровать ищешь? А не на него, как бы, там, переносит на сегодняшний. В рай, взраешь, это своровать хочешь? Да нет, меня Господь направил. Я был распятый с ним рядом. И ты поверил, да, почему? Я увидел, как он умирает, как о нем говорят там внизу люди, я все расслышал. Он невинный. Помири меня с Арсеном, и сегодня будешь проют. Вот примерно так. Мы не знаем, как, но, входя в эту обстановку, Златоуста толкует так. Но это творение, вторая часть, там, тома 8-го, написано с Курием. И творение приписываемое святому моему Златоуству. То есть, встречаются такие обороты, речи, которые у Златоуста не встречаются. И кому отнести это, тоже никто не знает. Вот это столько вопросов. Мы говорим, Кирилл Усалимский, признанный святой, да. А его христиан еретик. Рукополагал еретик. И церковь признала. А теперь вопрос, почему признала? Понимаете, столько вопросов, на которые ни один не ответит. Но это интересно. Еретик. А вот Константин, который сделал эту реформу, принял христианство. Его кто крестил? Евсевий, еретик. Ариамский епископ. Вот до конца все тянул, тянул, тянул. А потом, видимо, то ли своих не было, еще и расположен был. Почему нам это не говорят? Почему прячут? Ну, он-то равнопостный считается, он, его иконы, все, Соломона нигде икон нету, а его икона. И все эти вопросы мы должны не разрешать, а знать, это уже разрешено давно. И можем ли мы брать пример там? Не можем. А Крест Владимирович тоже не можем. И какие они не равнопостные? Ну, его называют так. Я не против, если так будет. Но они не равнопостные. Они ни одного шага не сделали по-апостольски. Ни одного. А вот есть одна биография, Жития. Написано, он был апостол для апостолов. Вот какое звание получил. Апостол стал этот человек для апостолов. Кто это такой? Это только один человек за всю мировую историю. Потому что апостолов больше нету. Но тогда при жизни этот человек был апостолом, вразумлял их, рассказывал о Христе, когда его еще никто не видел. Ну? Мария Макгалинова. Мария Макгалинова. Абсолютно точный ответ. У нее прозвище такое, апостол для апостолов. Ее не поминают, канун Андрея Крисовича. А Мария Египетская, 47 лет была в пустыне. У нее ни одного дня не было по Евангелию, чтобы она жила. Ни одного дня. Ее считают полное житие каждый год. А Мария Макгалину не считает. Что тут не понятно? Думаю, какие это вообще нарушечные. У меня от сектантов был мальчишка один. Такой тоненький, высокий такой. Все время Евангелие считает. И говорит, я вам считаю, у православных интересно летом, в жару, в шубе сектой ходил. А тут зимой босиком по снегу. Почему у вас так? А родители приехали за ним брать его. Ну? А мы не говорили, что ты молишь по нашему кресту. Нет. Молись, как ты умеешь, как знаешь. Но на молитву приходи. Он уже на годенство крестится. А родители приехали, такие же высокие, и оба худощавые. Я говорю, а как вы ребенка отдали в православный лагерь? Вы же не православный. Да. Теща у меня, он говорит. Групп сотки. Кандидат наук каких-то. И она сказала, только в лагерь Клапкину. Ну, и мы сейчас то еще спорить будем. А они приехали, а он молится. Юрка, да ты совсем православный стал. Его никто не заставлял. Он сам увидел. Я говорю, опыт. Если бы лагеря не было, разговора не было. Не было бы этого Юрки. Не было бы эти... Новая жизнь, кажется, называется. Сектор. А новая жизнь называется газета районная Павловский. Одновременно все, когда возьмешь... Господи, как ты мне дал веру в православную. Я-то 50-ка получил. Любой в библии. Я откуда бы знал. Повторяю. Нынче, вот-вот-вот. 27 сентября. В 17.00. 60 лет будет. Вот торжественно. Сейчас в интернете там составляют. Там концерт какой-то поставят. Песни. Ну, если чего. За это время, как пишет Павел Бочков. Говорит, тысячи людей пришли в православие. Не считал. Ну, были такие, кто приходил. А ты так ниточку-то свою побери и увидишь. А мы кто такие были? Такие. А кто танцевальная пара? Там-то так-то. Или Бенщикова-то влюбил. А стал любить Господа. Ну, может быть, я неправильно говорю вам. Понимаешь, как вот. Мы должны просто наследить. Вот человек, когда моет поло грязными ногами, пошел, наследил. Но оставить след в жизни. Поросе. И как тебе будет радостно при кончине. У меня один наказ. Только проверьте точно я убрал или нет, чтобы живого у меня могилу не закопали. И хоть там через день придите на могилу, послушайте, кричу я или нет. Пошли дальше. Восьмой-девятый стихи. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце. И дано было ему сжечь людей огнем. И жег людей сильный зной. И они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами. И не вразумились, чтобы воздать ему славу. Покование. Первые три чаши гнева поразили земное. Людей на суше, море и реке. И все источники воды. Четвертая чаша гнева приобретает уже космический характер. И покасается деятельности самого солнца. Мы видим, что четвертый ангел вылил чашу свою на солнце. И дано было ему сжечь людей огнем. И жег людей сильный зной. Интересно отметить, что слова «дано было ему» относятся не к солнцу, а касаются ангела, изливающего на солнце чашу. Таким образом, к изменению деятельности солнца причастен ангел. Опять мы видим, как за природными явлениями кроется деятельность ангела. Но все это дано было ему от Бога. То есть, в конечном счете, все объясняется бытием и божественной деятельностью Господа и Содержителя. Ибо все и устоит. То, что в результате изливания четвертой чаши меняется деятельным солнцем, напоминает действия четвертого трубного класса, когда поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Но если там деятельность солнца, видимо, ослаблялась, то здесь, наоборот, она усиливается. Если глобальная и страшная катастрофа на Земле, то каково будет ужас от космических катастроф? И вот результат. Солнце стало сжечь людей огнем и сжег людей сильный зной. Это опять напоминает деятельность пророков Ильи и Еноха в кончину века, которые имеют власть сотворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их. Благодатная теплота солнца обратится в невыносимый палящий зной. И это тогда, когда не будет воды, во всех морях и реках кровь, как бы мертвеца. Какое зловоние будет повсюду. И в довершение страшная эпидемия от родительных гнойных ран. Всюду зараза, зловоние, зной, ни капли воды. Тут бы и покаяться падшему человеку, введенному в такое состояние антихристом, еще недавно обещавшим людям совершеннейшее и идеальное общество – рай на Земле. Но люди будут в последней степени ожесточения и отчаяния. И даже поняв, что обманутые антихристами тяжко страдают, они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не уразумились, чтобы воздать Ему славу. В этом они несравненно произойдут древнего египетского фараона. Тот хоть после казни каялся. На этот раз я согрешил. Господи, прадед, а я и народ мой виновный. Помолитесь обо мне Господом. Исходе в этой глава. Но не так здесь. Не для покаяния, а для хулы на имя Бога отвержат люди свои уста. Это не будут атеисты, нет. Это прекрасно будут понимать, что Бог имеет власть над семи язвами, и все-таки не уразумились, чтобы воздать Ему славу. А наоборот, хулили имя Бога. От окаменевших сердец не потекут потоки слез, но только высекутся из искры, отчаяния и хулы. Иносказательно можно разуметь, что греховное солнце будет их сжечь своими лучами, опалять их сноем искушений и грехов. О, безумные! А, но безумные! Они, не осознаваясь в своих согрешениях, не славя Всевышнего, будут изощрять языки свои для хулы на Бога. Все более рассвет нечестия, все более чашки казни постигают в мир. Ну, давайте, я буду молчать. А вы говорите, когда с халстом, то я восчищаю головизм. Что-то неясно, все ясно, хотелось бы решить. Может, какой-то подвопрос. Я прошлый раз говорил, что про вопрос, а под вопрос еще. Самому вопросу. А я получил ответ. Я хотел спросить, про месть. Зачем? Почему они месть хотели отомстить? Хотя они уже были при пистоле Божьем. Ну, уже ответ получился. У меня такой вопрос возник. Вот, в том плане написано, да, в смысле такой, что почему они не воздали благодарение и хвалу Богу? А что бы они получили, если бы они воздали? В той обстановке, когда нет лады, когда болезни, почему смысл именно воздать Богу славу, благодарение за эти искушения? А кому задают вопрос? Всем? Вообще, такой вопрос возник. Тут благоценка, что мне надо воздать славу Богу. Нет, чтобы воздать. Благодарение и славу Богу. Это говорит о том, что они могли бы спастись тогда. В той обстановке? В той обстановке. А как спастись? Как бы прошло спасение? Душа бессмертная была бы в раю. То есть, ты мог бы еще и погибнуть с этой болезнью, но ты бы спасся, твоя душа бы спасалась. Маленькие вставки. Это для того, что, наверное, бы прошло, не прошло, а исчезло бы ожесточение сердца. То есть, эти бы казни легче переносили бы благодарение. Господь бы как-то облегчил, помог. Если бы. Может ли это, да. Потому что, если уже процесс идет, он не останавливается. Если ты не вписываешься в это, в планы Божии, себя не вписываешь в спасение, то ты так же с ними страдаешь. Ну, когда верующий человек, да, он не живет отдельно где-то, он живет где-то в семье, в окружении какого-то общества. Люди живут, да. И когда сам один принимаешь и воздаешь хвалу, то идет все равно воздействие со стороны, со стороны родственников, со стороны, и это, скажем, какой-то, какой-то чудной человек, ага, нам плохо, а он, как бы, спокоен в этом деле. Мы говорим, что вот какие-то изменения, нам надо что-то, кто-то другой, третий, а он говорит, ну, ничего не изменится, надо принять. С благодарением. С благодарением надо принять. Вот один человек, а сто человек вокруг, на него, на него давление. И здесь еще выдержать начиск вот этой со стороны надо еще. Вот. И так он припится. Тут еще есть момент интересный, что вот мы читаем это, да, такая картина ужасающая предстает перед нами. Страдания, мучения, уже в космическом плане Солнце жгет, и люди погибают, явно, что это будет как-то известно все. Какой выход в данной ситуации? Почему именно в благодарение Богу, в принятии, вот именно идет концентрация текстовая концентрация, акцент, цептексты и акценты, что в благодарении мы получаем помощь от Бога. И это не только об этих таких жизненных, тяжелых обстоятельствах, которые здесь на лицо, но еще и других обстоятельствах, которые постигают каждого человека на пути земном. читающие эти строки и не читающие. Будет у него разница? Вот разница. Ехал я в поезде, и большинство людей, они надеются на кусок сала, на хороший воздух, на хорошую воду, на хорошую зарплату, на отдых какой-то, так вот легко, хорошо, на телевизор, который там хорошие фильмы, на наслаждение, на все они надеются. Когда начинают благовесовывать о Христе, они слушают, слушают, а потом говорят, да это значит все знают, ну знают, ты верующий, да я верующий, а ты в церковь ходишь, да нет, да нет, да чего, и начинают мутить. А ты знаешь, что пост? Ну пост этот, там, и начинают мутить. И вот люди, называющие себя верующие в окружении, они фактически не верующие. И вот когда будут происходить, и сейчас происходят вот эти вот моменты, когда вот некоторые озера, ну нельзя там ничего. В морях уже гибнут там животные гибнут, рыбы гибнут, в лесах непонятно, что творится, пожары за пожарами, то есть уже какая-то тень этого всего происходит, тень происходит, а в природе происходит в отношении людей, люди злые, допустим, на правителя, на правителя злой, горят, так вот, вот такое. Ожесточенные сердца. Ожесточенные, а к чему сердце прилеплено? Ну другой будет благо, другой будет, другой тебе даст что-то такие блага, потом они исчезут, или не будет благ. Человек не может удовлетвориться, ему хочется что-то такое непонятное, непонятное, вот такое, чтобы у него разного удовлетворяло. А Бог сказал изначально даже Моисею, человеку удовлетворить ничем нельзя. Он только Бог удовлетворил. Горятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделал из царства мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих, и яс своих, и не раскаялись в делах своих, плакования. До сих пор яс постигали людей, принявших антихриста и природные стихии. Но прятался еще невредимым в своем грани убежище главный виновник этих яс антихриста. Еще невредимым престол зверя и спасающиеся возле него. Еще не замучили этих мироправителей гнойные яс какими-то судьбами, может быть, поставляется еще им вода, может быть найденные средства для создания тени от невыносимого зноя и болящего огня солнца. Пообещав людям рай и высшие идеалы, он, спрятавшись в своей цитадели, мрачно и злобно смотрит на происходящее мир. Но он бессилен. Его ложные знамения улюбили за собой праздных людей, но его лже чудеса бессильны против истинных и реальных язвок. Однако не обольщенные им все более всего тревожат антихристом. Бессильный и боязливый плодомышляет о том, как будет целеть самому. И тут спокойные и спешные действия. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя. Все. Антихристово царство поражено сердцем. Все кончено. Напрасно привлекали все силы цивилизации, вся наука и техника. Напрасно помогали все силы адам. Не помогло ничто. Пораженный великий вождь, обогатворенный владыка антихристианского мира, несравненный чудотворец и пророк, страшный зверь, пораженного престола, перед которым преклонились, как перед престолом Божиим. И сделалось царство его мрачным, ибо погасло светило. Погас тот, которого считали светом всей вселенной. Погас его учения, его чудеса, его царство. Слабой денью этого события может рассматриваться осязаемая хима египетская, надвинувшаяся во время девятой казни на фараона и его народ. Исход 10 глава. Представление об омрачившемся царства Антихриста, и о состоянии этого царства во мраке можно получить из 17 главы книги Премудрости Соломона. Велики и непостижимы суды твои, посему ненаученные души впали в заблуждение, ибо беззаконные, которые задумали угнетать святой народ, узники тьмы и пленники долгой ночи, затворившись в домах, скрывались от вечного промысла. Думая укрыться в тайных грехах, они по темным покровам забвения рассеялись сильно устрашаемые и смущаемые призраками, ибо самое потаенное место, заключавшее их, не спасло их от страха, но страшные звуки вокруг них приводили их смущение и являлись серебры, чудовища со страшными лицами, и никакая сила огня не могла озарить, ни яркий блеск звезд, ни состояние было светить этой мрачной ночью. Являлись им только сами собой горящие костры полным ужасом, и они, страшась невидимого призрака, представляли себе видимое еще худшим. Палик обольщения волшебного искусства и хвастовство мудростью подвергалось посмеянию, ибо обещавшиеся отогнать от страданий души, укусы и страхи сами стали позорным боязливостям. И хотя никакие устрашения не тревожили их, но преследуемые выражениями ядовитых зверей и свистами присмыкающихся, они исчезали от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать, ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие боязливо и преследуемой совестью всегда придумывают ужасы. Страх есть нечто иное, как лишение помощи от рассудка. Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящие мучения. И они в эту истинно невыносимую и из глубин нести нестерпимого ада и шедшего ночь, располагаясь за сны обыкновенным сном, то были тревожены страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, ибо находил на них внезапный и неожиданный страх. Итак, век, кто когда был застегнут, сделался пленником и заключаем был в эту темницу без окоп. Был ли тот земледелец или пастух, или занимающийся работами в пустыне, всякий бых застегнут подвергался этой неизбежной судьбе, ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы. Свищущий ли ветер, или среди густых ветвей сладкозвучный голос птиц, или сила быстро текущей лоды, или сильный треск незвергающийся камней, или незримое бегание скачущих животных, или голос ревущих свирепейших зверей, или отдающийся из горных углублений эхо, все это ужасая их повергало в расслабление, ибо весь мир был освещаем ясным светом и занимался беспрепятственно делами, а над ними одними была распростерта тяжелая ночь, образ тьмы, умевший нехогда объять их, но сами для себя они были тягостней тьмы. Столь тяжко была эта казнь язвы, что в бессильной злобе и отчаянии они кусали языки свои от страдания, ибо предвидели вечные муки гиены, где будет плачет скреж зубов. Кажется, ну теперь принесли покаяние истинному Богу, но они опять любили Бога Небесного от страданий своих и от своих и не раскаялись дела от своих. Печать Антихриста на челе каждого из них и челого уже не может больше помышлять о речестве, не способны направить мысли свои горденье, оно омрачено из глубин нестерпимого ада и шедшей ночи. Не может рука, запечатленная Антихристом, подняться для совершения спасительного крестного знамения. Не может сердце раскаяться, не могут очи пролить слезы покаяния, не может язык призвать спасительное имя Господне. Как некогда в древности после пяти казней фараон каждый раз ожесточал свое сердце, а после шестой казни уже Господь ожесточил его сердце, так и здесь в конец было ожесточено сердце людей. И кусая поле языки искусанными и кровоточащими языками, они все-таки хуляют Бога. Ну вот и страшно, вот и причем не будет. Что посеешь, что возьмешь. То есть, если ты себя не готовишь к этому покаянному чувствуешься, к смирению, то ты не сможешь, вот и даже ужасную картину нарисованную, ты не сможешь произнести благодарения Богу. То есть к этому готовить надо, готовить себя. Именно покаянное состояние, благодарение Богу всегда в любой ситуации. А это в них может не превзойти, это надо в каждом дне, в каждую секунду. Эту добродетель надо воспринимать, себе прививать. Да, в любых ситуациях ты всегда Богу благодарен. Тогда ты минуешь ожесточение, и даже если останешься в эти времена... Даже если один останешься, да, что бы сделать так, если складываться? Многие не прийти. И еще предупреждать каждого виновата из-за тебя. Из-за сейчас, что я говорю, я поговорю. Что, все? Да? Да? Ну, почти, но моих ровно. Я вижу, у вас здесь теньки, какое-то сокровище. Я откуда теперь печатал это? Нерезайте. По ним пел неоднократно замер. У меня выходило четыре с половиной года. Вот там еще пошел сектанское, песни песни. и как-то же мы пробивались так, а сейчас отобрались. Оказалось, что все здания университета принадлежат Москве. Вот тебе надо. Все? Аплодисменты. 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 ПЕСНЯ 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 И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувин И славнейшую Без сравнения Серафим Безысления Бога Слово Родшую Сущую Бога Родицу Тя Величай Бог Анфиса Андреева Сестра ПОМОЛИС СЛУХ ПОБЛАЙДАИ Бога ГРОМ СИГНА Господи Благодарим Тебя за эти занятия Благодарим Тебя за возможность собираться и изучать Слово Твое Благодарим Тебя за то, что в нашей стране нет запретов на изучение Твоего Слова Господи когда нас станут трудные времена укрепи нас в вере и помоги нам с благодарностью принимать все испытания Аминь 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 Главное Аминь Аминь Аминь